Книга «Открытым оком», 15 том, тема «Работа», вопрос 3004. Чем объяснить, что некоторые люди полностью согласны с тем, что слышат на ваших занятиях, но так и не стали членами общины? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Если бы не было рядом развратной патриархии, то альтернативное решение возможности спасения в пользу экономии расслабления даже и не именовалось бы. Эти люди давно бы просились к нам, а так мы никого к себе не зовем. Это у нас категорически запрещено. А они сходили несколько раз к нам, а потом никуда не ходят, и мы им отказали ходить. Если бы им вообще вовсе некуда было идти, а они все же верят в Бога, то у них был бы выход только один – со всею серьезностью служить Богу, без пропусков посещать богослужение. А так, если спасение дается в одинаковой форме, но тут надо делать, а там ничего не нужно, то и тянутся туда души свободолюбивые. Вера человека в Бога так же стара, как и сам мир. Все люди Земли прошли через эти верования. Вначале мир пестрил политеизмом. Явлением материального мира приписывались те или иные божества. И лишь с преодолением язычества и возникновением христианства в мире устанавливается почитание единого Бога. Людям явился Иисус Христос, рожденный непорочной Девой Марией, получившей зачатие от Святого Духа. Мне нет необходимости говорить о других религиях, чуждых мне по рождению и воспитанию, так как менее с ними знаком. А православие – это моя колыбель и мое Отечество. В нем я вырос и состою. Подавляющее большинство населения России охвачено православием, и связь его с другими конфессиями пусть изучают историки, а мне всего лишь несколько слов хочется сказать о том, как я сам пришел к верованию в православие и в Иисуса Христа. Вообще же вполне разумному человеку не может не прийти в голову мысль, откуда же взялся он сам, каково его происхождение, да и мира в целом. Бред и миф о самозарождении мира, теория большого взрыва, придуманной атеистами, не выдерживают никакой критики. Когда атеистам говорят, что наличие часов естественно предполагает существование и самого мастера, изготовившего их, они, как правило, впадают в замешательство. И в самом деле достаточно человеку взглянуть на чистое звездное небо, восхититься его великолепием и грандиозностью, как тотчас же возникает мысль о существовании какого-то часового мастера. И этим часовым мастером является именно Бог. И вопрос о самозарождении отпадает сам собой. А раз так, то разумно полагать, что все в мире от песчинки до человека создано единым Творцом. Мне выпала доля родиться в крестьянской семье в 1934 году. За три года до того, как в моей стране начались невиданные репрессии, в том числе и по поводу насаждения новой религии атеизма, люди веры ушли в подполье. Идеология, чуждая православию, становилась господствующей. Конечно, она проникала не в сердца, а лишь в одурманенные умы, и особенно молодежи. Удивляет только одно, как эти люди вместо посещения церквей стали кучковаться на партийных и комсомольских собраниях. Человек верующий становился презираемым и превратился в белую ворону. Старики попрятали Библии и различные атрибуты веры и стали тайно молиться на редких встречах, организуемых людьми более ревностными в делах веры. «Мои мать и отец были верующими людьми, и божница в нашем доме оставалась населенной иконами до самого моего возвращения со службы, то есть до 1956 года. Надо сказать, что сам я в сердце своем никогда не прерывал веру в Бога, но она была ослабленной, держалась во мне без видимых проявлений. Лишь с такими же, как и я, мы могли беседовать, рассуждать, спорить по различным вопросам верования, но до более тесного сближения с Богом дело не доходило. Так длилось долгие годы и лишь в канун перестроечных лет и в годы самой так называемой перестройки, когда железобетонная идеология марксизма-ленинизма дала трещину по всему периметру, люди, как путешествующие по пустыне, вдруг приблизились к долгожданному оазису и с жаждой припали к холодным водам родника. Для меня этим родником явилась встреча с крестовоздвиженской общиной РПЦЗ и ее талантливейшим лидером Игнатием Тихоновичем Лапкиным. Осенью 1990 года, проходя мимо ЦУМа, я заметил объявление, приглашающее прослушать курс лекций и проповеди по святоотеческому православию. Местом проведения этих встреч был главный корпус Агуна Димитрова. Занятия проводились два раза в неделю, вторник и пятницу, продолжительностью по два часа. Я решил сходить, но забегая вперед, должен сказать, что до этого мы вместе с женой успели побывать по два раза на молитвенных собраниях у баптистов и адвентистов седьмого дня. И сожалеть об этом не приходится по той причине, что мы получили возможность сравнить одно и другое с третьим. А как говорится, все познается в сравнении. Так вот, все, что я увидел в двух названных сектах, могло сравниться с калейдоскопом. Но в первых двух случаях окуляр калейдоскопа был направлен в мир, в пасмурную, а в третьем случае в яркую, солнечную погоду. Это образное сравнение всеми красками говорило в пользу общины Лапкина. Сам Лапкин и его община – явление уникальное в алтайском, российском и даже мировом явлении подобных образований. Энциклопедические знания этого человека во всех областях духовной культуры человечества – искренность, доброжелательность, отсутствие позы и страха, необыкновенная трудоспособность, феноменальная память, завидное усердие в делах веры делают его достойным всяческого доверия и уважения. Я не говорю почтения и обожествления, против чего он сам стал бы горячо возражать. Кровь, пролитая Христом за наши грехи, делается осязаемой, когда мы слушаем неотразимые проповеди Игнатия Ихановича Лапкина. Продолжая ходить на проповеди, я все больше и больше убеждаюсь в том, что таких глубоких знаний о вере мне никогда и нигде не получить. Что может увидеть и услышать наш современник, сходивший хоть однажды в действующую православную церковь? Самое полезное, что он может сделать, это поставить свечи за умерших и еще здравствующих родственников, а остальное – слушать какую-то тарабарщину на непонятном языке, из которой ни одно слово не доходит до сердца. А где же глагол, жгущий сердца людей? Где же проповеди? Их нет. Неужели священники не понимают, что церковь давно горит и не предпринимают действий для тушения пожара? Ведь не оттого ли так успешно размножаются различные сатанинские секты всяких мастей? Ведь через считанные годы церковники окажутся у разбитых корыт, и их места займут отъявленные сатанисты. Хотя и близка мне по духу названная община, и я охотно посещаю занятия по изучению Библии, но я не являюсь ее членом. Это накладывало бы на меня немало, пусть и приятных обязанностей, но требующих не моего состояния здоровья и времени, которым я располагаю. А какой порядок царит в их церкви? Люди совершенно раскрепощенные и свободны, нет никакого насилия над личностью, о котором так беззастенчиво распространяются некоторые платные барзописцы. Лапкин своей деятельностью приобрел много друзей во всем мире, но в этом же мире возникло и наличие врагов. Только личных врагов у него нет, а всякий враг православия и его враг. И это говорит о многом. Православие, культивируемое общиной Лапкина, выглядит как пасхальное яйцо, привлекательно и неотразимо. Неверующим в таких условиях я быть не могу, потому что существует Бог, и здравствуют такие наставники. Аминь. Рогов Владимир Егорович, 6 февраля 2006 год. Телефон такой-то. Третье царство, 8.50. И прости народу твоему, в чем он согрешил пред тобою, и все проступки его, которые он сделал пред тобою, и возбуди сострадания к ним, в пленивших их, чтобы они были милостивы к ним. Псалом 105.4. Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу твоему. Посети меня спасением твоим. Третья Маковейская, 2.13. Ибо хотя жилище твое небо небес, недостижимо для людей, но ты, благоволив явить славу твою народу твоему Израилю, осветил место сие.